В спортивном клубе «Смена» в Барнауле молодые любители бокса готовятся к профессиональному бою. Им предстоит выйти на ринг и показать класс на глазах у знаменитых чемпионов. Арсений Лазарев – самый молодой участник, ему к моменту соревнования исполнится 18 лет. В боксе он уже третий год, но на профессиональной арене впервые. Всю жизнь я занимался больше одиночными видами спорта. Всегда где-то борьба в детстве, потом на ММА попал. И как-то всегда было интересно именно одному себя проверять. Ну, соперник, я знаю, высокий, будет, скорее всего, вторым номером работать. Побольше меня, по габаритни, но я буду первым номером работать, переть. Пытаться пробить в первых двух раундах, скорее всего, его выносливость. Первый турнир профессионального бокса проходил 4 апреля в Барнауле. Наши боксеры из Барнаула, Бийска и Камняной Аби выступали против гостей из Новосибирска, Омска, Кемерово и Прокопьевска. Тогда на ринге бои проходили не только между боксерами, но и представителями других видов спорта. Для молодых ребят до 25 лет такие шоу, по мнению организаторов, могут открыть дорогу и в большой профессиональный бокс, где за победу, кроме славы и ценного для жизни опыта, чемпионы получают денежный приз. Во-первых, другой вид спорта, профессиональный бокс. Любители перчатки другие, правила другие. В профи есть время раскачаться, подумать, боксировать. Перчатки жестче профессионалов. Опять же, я веду, и немалая роль уделяется тому, что есть возможность заработать финансово. Это тоже стимул. География предстоящего поединка стала шире. Вместе с сибиряками в боях сразятся гости из Самары, Иркутска, стран СНГ, Кубинец. Для большинства ребят из клуба «Смены» это будет дебют в профессиональном боксе. Подготовка строится очень продуктивно. Тренируемся каждый день. Готовимся на все сто. Любительский бокс на касание, на очки, то профессиональный, более жесткий и на акцент. То есть важно не только по боксу, но и ударить? Ну и ударить. Участники не только тренируются, но и присматриваются к своим соперникам по их параметрам. Занимаюсь боксом на протяжении пяти лет. Ну прям плотненько. После этого три года занимался так, что для себя уже. Сейчас выпала возможность поучаствовать в таком мероприятии. Думаю, не стоит отказываться. Нужно соперникам видеться до угоя. Общаться с тобой. Да, ну почему нет. Я думаю, можно и подружиться даже. Спорт все равно сближает же обычно. Это будет зрелищно, красиво, широко. Сам приеду обязательно. Встретимся, пофотографируемся, раздам автографы. Ну и, конечно, приводите детей, потому что дети – наше будущее. Спорт объединяет. Точнее, бокс объединяет. Именитые боксеры приедут посмотреть на молодую смену. Участники главного боя – Василий Штык, сибирский дьявол из Иркутска и кубинец Линьер Гонсалес. В соглавном бою, втором по важности поединке, выступят бескомпромиссный Вадим Лупсанов и техничный Рафих Чаян. Что касается боксеров, для которых прошлый турнир оказался неудачным, они надеются на реванш. Чей удар быстрее, кто лучше уклоняется и двигается, станет ясно на ринге. Организаторы считают, что бокс необходим Алтайскому краю и рассчитывают, что число участников со временем будет только расти. А пока всего 10 пар спортсменов готовятся к своему звездному часу. Когда боксируешь, ты боксируешь не против своего соперника, тебе в первую очередь нужно выиграть себя, чтобы, ну, скажу, даже три раунда на любительском ринге очень тяжело продержаться. А здесь еще, я представляю, четыре раунда, но нужна большая сила воли для этого. Вечер профессионального бокса пройдет 6 июля в Чемале. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.